Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня будем говорить о стеллаже. Много-много вопросов, потому что крепкую рассаду хочется вырастить всем, но мало кто из нас может похвалиться тем, что у него много окон и все они выходят на южную сторону. Таких сказочных условий, конечно, ни у кого нет. Обычно, если окно выходит на юг, то оно единственное, вмещает мало лотков, но чаще всего южных окон нет совсем. Даже если такие окна есть, ранней рассаде в зимний период естественного света не хватает. Вот тут-то и мы начинаем задумываться о сооружении какой-нибудь несложной конструкции, на которой можно было бы все наше хозяйство разместить, и чтобы им там всем было и тепло, и светло. Сделать это не так трудно, как может показаться начинающим садоводам. С этим справится любой, кто хоть раз увидит образец. Я в прошлом году, 20 февраля, по многочисленным просьбам, в том году в этот период тоже такой же был ажиотаж, уже снимала видео под названием «Как построить простой стеллаж с подсветкой для рассады». Там был показан готовый стеллаж с лотками, лампами. Я вкратце описывала его размеры. Кто-то сразу же уже прошлой зимой изготовил такой стеллаж, кому-то до сих пор непонятно, как это сделать. И вот для тех, кто не до конца понял принцип построения стеллажа, я сегодня расскажу теоретически со всеми подробностями сооружения этой конструкции. Так как все мои стеллажи еще лежат в разобранном виде, я покажу вам свой схематический чертеж, и для многих это будет даже, может быть, намного проще, чем посмотреть готовый стеллаж и сообразить, как его сделать. Я вот тут вам набросала, и сейчас объясню. Все мои стеллажи сделаны из брусков 5х5, пятерочка. Можно, конечно, использовать бруски меньшего сечения, но так как я все свои полки, вот эти полностью, все нагружаю, а лотки, как вы знаете, после полива становятся очень тяжелыми, я решила не рисковать и сразу сделала усиленный вариант. Брусок 5х5 не прогибается, вот здесь, вот видите, вот эта длина большая, не прогибается под тяжестью лотков, и все свои сооружения, и дома, и в теплице я теперь делаю только из него. Вот для одного стеллажа нам потребуется 4 бруска длиной 150 см, полтора метровые, вот, из которых мы делаем стойки. И 8 брусочков чуть меньше, 140 см, вот эти вот, которые мы будем бросать для того, чтобы сделать полочки. Они пойдут на изготовление полочек. Вот весь стеллаж будет состоять из 4 полок для лотков. Вот на каждую полку можно развестить 5 или 6 лоточков вот такого вот размера. Сейчас я вам дальше расскажу. В зависимости от ширины лотка. Всего на стеллаже разместятся 20 лотков с рассадой. Если вы будете ставить только лотки, то достаточно кинуть вот эти 2 бруска. Вот так вот 2 бруска кидаем и лотки сюда ставим. Если будете размещать кассеты или стаканчики, то, возможно, вам придется на бруски дополнительно кидать ДВП или доски. Но вы понимаете, что тут вот же будет пустое место, тогда лучше обшить ДВП. Положили ДВП, но имейте в виду, что при поливе оно промокает. Если я кладу ДВП, я обтягиваю вот этой липкой лентой, которая непромокаемая. Или целлофан стелить нужно. Вот такой стеллаж собирается за 20 минут с помощью саморезов и шуруповерта. Но при покупке саморезов вы учитываете ширину вашего бруска. Саморез должен быть намного длиннее этой ширины, чтобы конструкция закрепилась прочно. Вот, например, если брусок у вас... Сейчас объясню. Брусок 5 см, то саморез должен пройти его, и еще соседний брусок, почти на такой уже, должен скрепить их очень прочно. Вот первую пару брусков мы закрепляем, вот самую нижнюю полочку, не у самого пола, а на расстоянии примерно 15 см. Не обязательно точно выдерживать это расстояние, главное, чтобы туда можно было разместить лоток с посевами, которые еще не взошли. Тут без лампы, безо всего, я просто сею и раз-раз туда заталкиваю. Они там пропариваются под пленочкой, потом, когда всходят, я их уже перемещаю наверх, дальше они идут. И вот первую полку, когда сделали, бросили два бруска. Каждая следующая полка на расстоянии 45 см. Но все размеры условные, и вы можете изменить их по своим расчетам. Главное, чтобы хватило длины на предполагаемый рост рассады, и для размещения светильника. Вот вы понимаете, поставили лоток, нужно, чтобы рассада во взрослом состоянии выросла, и чтобы вот здесь светильник, который висит, ее не прижег. От светильника до рассады должно быть 10 см размер. Ширина вот всех моих стеллажей рассчитана под лотки. Они в длину лотки примерно 45 см. Вот я тут вам показала. В длину вот такой лоток 45 см. Значит, ширина нашей вот этой полки, я всегда делаю 40 см. Но имейте в виду, что 40 см это ширина по внешней стороне бруска. Сейчас объясню, кто не понимает, девушке может быть. Вот смотрите, вот бруски, вот внутренняя сторона бруска, и вот внешняя сторона бруска. Делаем 40 см по внешней стороне бруска. Вот такую. Если мы измерим 40 см по внутренней стороне бруска, то расстояние это будет большое, и лотки некоторые будут туда проваливаться. Придется вам опять кидать или ДВП, или еще что-то. Это все дополнительные материальные затраты. Можно обойтись только брусками, если вымерить точно вот эту вот ширину полки. Не расширяйте сильно эти бруски, больше 40 см не надо, тогда у вас все там прекрасно разместится и падать не будет. Меряйте все по внешней стороне бруска. Так, вот как выглядит, вот он, вот вы сейчас послушали, и кажется все очень просто. И на самом деле это так. Как выглядит вот наш стеллаж из брусков в натуральном виде, вы опять же можете посмотреть видео под названием «Как построить простой стеллаж с подсветкой для рассады» на моем канале YouTube. В прошлом году, 20 февраля. Отмотаете ленту назад и посмотрите. Там стеллаж показан подробно, и вы можете представить визуально вот все мои схемы на бумаге. Вот он как на бумаге у меня выглядит, так же и там выглядит. Общий расход это 18 метров бруска. У меня уже все высчитано. Возьмете 18 метров, если нормально все отмеряете, у вас получится вот такой полностью стеллаж. Рассада на стеллаже растет лучше. Почему? Потому что здесь нет такого перепада температуры, как на окне. И благодаря вот этой подсветке у каждой полочки висит светильник. Она не вытягивается, она будет крепкая, толстая. Про свет буду рассказывать отдельно, потому что и так этот рассказ очень длинный. И что немаловажно, мы строим весь этот стеллаж один раз и навсегда, на всю жизнь. Купив однажды бруски и светильники, вы будете пользоваться этим оборудованием долгие годы. Оно же в комнатных условиях, брусок. Он не гниет, он не... Если потом вы его сложите в сухое помещение, в гараж или куда, он будет многие годы вам служить. Вот у меня 7 таких стеллажей, 28 вот этих светильников на 56 ламп, каждый светильник по 2 лампы. Я покупала постепенно, год за годом. Мне хотелось, чтобы у каждой культуры был свой стеллаж. У томатов, у перцев, у баклажанов, у огурцов и у цветов. И для зимнего хранения петуни и гацани в подвале у меня тоже стоят такие стеллажи со светильниками. Вот сейчас я до конца все приобрела для каждого и стеллаж, и светильник. У меня сейчас полный комплект. И теперь мне этого хватит навсегда. Может быть, даже детям передам. Наследство такое. Если вы выращиваете для себя, вам хватит и одного стеллажа. Представьте, здесь 4 полки по 5-6 лотков. 20 с лишним лотков. Ну а тем, кто хочет заняться выращиванием рассада профессионально, ну или хотя бы полупрофессионально, эпизотически, тогда такие стеллажи вам просто необходимы. Подводим итог. Вот такой деревянный из брусков стеллаж с подсветкой сделать очень легко. Все стеллажи многократного использования. Один раз и навсегда. В дополнение к стеллажам нужна обязательно подсветка. Без подсветки они, даже строить их не нужно. И конструкцию стеллажа каждый может менять под свои запросы. Все. Я надеюсь, очень подробно вам все рассказала, описала. Я думаю, что после этого каждый из вас сможет построить такой стеллаж. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. для начинающих садоводов. Всем желаю хорошего урожая. Субтитры создавал DimaTorzok